вот уже фактически два с половиной года войны а столько событий переживаний нашего народа и вот когда смотришь на все то что происходит этот балаган ты понимаешь что время временно тяжелое огромной тяжести ложится на всех буквально не только на народы украины да потому что я говорю многонациональная украина она не просто одна украинская ночь правильно а в есть те ночи которые на разных языках люди и молятся и просят бога от болгар поляков украинцев русских греков и все сто сколько у нас 150 с лишним национальности только в одесской области находится и это все молитвы или прошение или же знаете плач идет в небо столько найти пропаганды лжи выложено в соцсетях что диву даешься как вся эта информация способна менять общество вообще мы меняет общество и я и подумал а все таки интересно первомировая война тоже была начата амбициями императора российского а через три года его свергли и было временное правительство а потом конечно же был кровавый переворот красный террор но с особенности всей той эпохи уже не надо повторять потому что уничтожены были народы перемещены народы из разных регионов до из западных на восточных из южный наверх то есть были такие замесы но все таки сто процентов информации и когда в ней 90 процентов истины тогда все равно это остается извращенной пропагандой недосказано недоговоренное и люди должны догадываться слова которые мы говорим что мы читаем прослушиваем на своих кухнях в личных беседах все это способствует меня изменению наших чувств и переживания кто-то называет киев матерью городов русских так называешь и хотят сделать его собственным иерусалимом и захватить его сделать святыни для себя кто-то называет нью-йорк большим яблоком и тоже пытались разрушить топуга весь мир террором кто-то говорит что москва слезам не верит и это город одиноких слез как очень немножко найти вот сказано верно да что собственные слезы народа не замечаются боли их не несчастье а чужие слезами нипочем говорят что иерусалим духовный лабиринт тяжелый камень трех лириги религий иерусалим как много для нас это может значить мы каждый раз на песок говорим в следующем году в иерушаламе следующем с надеждой что мы там встретимся но каждого из нас это город который кажется стоит вечно для каждого из нас город напоминающий о милости господней о собственной жизни человека как будто ты в этих лабиринтах старого города может зайти в в тупик напоминая о собственной жизни иерусалим напоминает нам об исполнении множество пророчеств и смотря на историю событий мы понимаем что этот город который покорил давид он не был построен евреями его покорил давид воспеваемым всеми народами потому что чуть ли не в каждом народе всегда говорят о берусалиме стал огромным тяжелым камнем на планете и каждый пытается его поднять кто только не мечтал его покорить назад своим именем построить нечто что будет напоминать о их присутствии вавилон ассирийцы греки рыбины хрестоносцы турки англичане и иорданцы все же когда находишься в земном иерусалиме и надеюсь у вас будет эта возможность а кто-то уже кто смотрит нас в прямом эфире уже там был и возьму кто-то живет там к этой стоишь у храмовой горы в котеле котель это именно вот то место храмовой горы где образовалась первая община несмотря на противопротивостояние там на этом холме где потом был построен великолепный храм там на этом холме образовалась община пережили именно шаваут троицу 50 как бы ни называли но это продолжение песаха как сегодня василий говорил песок шаны да то есть еще в песах продолжением и завершается песок всегда у нас шаваутом имя шаваут именно шава 7 да то есть как бы 49 дней или 49 ворот таких заключающих с именно пасах для того чтобы подытожить соб именно суммировать именно этот праздник по исхода и свободы земной русалим грандиозен он удивительным и в истории ты пересматриваешь картинки и понимаешь что несмотря на то что ты находишься в иерусалиме себя ловишь на и см и мысли а каков тот иерусалим который обещанным богом я назвал свою проповедь украинскую мову моя сутева громадянская витповедальность громадянская цикла мада да это моя общественная имя ответственность и витповедаемая суть его чему я кажется вот это дужи 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 треба разуме ты громадянство иерусалиму божане кожного вероятно когда ты думаешь о иерусалиме земном ты видишь и входишь по улицам понимаю что там слилось множество и иудеи христиане мусульмане нечто такое место где стремление еврея христианин или же мусульманин а пойти на то место которое называть святым но когда ты там находишься цуки мечтаешь мечтаешь чтобы стать гражданином или же громадянином того иерусалима який переходит с небес послание к евреям 11 13 класс 14 я украинскую мову зачитаю зараз а потом с рублю российского бомоны мама тут пусть иного миссия а лэ шука и мама будь его ведь у нас здесь нет постоянного места что мы ищем то что нам уготовлено и как не кстати на фактически доказывает нам это сильно война когда люди сегодня переехали другие страны и не вернуться они строят другое место они строят другое другую жизнь многие переехали из зоны боевых действий и все что было накоплено становится незначительным незначительным к разве что собственная жизнь и те кого ты любишь хочу просто обращать к вам это внимание потому что как послание к евреям и а говорится здесь бомы не моем а тут пусть иного миссия а лэ шука и моему будь него мы шут ищем того где мы начнем будем чувствовать себя безопасности и такого места на земле фактически нет нет этого места послание к и в тоже послали к евреям 11 глава 16 говорит но на самом деле они стремились обрести лучшее отечество небесное потому вот потом почему бог не стыдится называться их богом поскольку он приготовил им для них город смотрите как интересно здесь сказано макмана послание что на самом деле они стремились обрести лучшее отечество мы да мы здесь родились нашими с нашим громадянством мы маем эту суспильную заложность так один вид другу но нам сегодня предлагает писание поменять свой стереотип где наша вечность где наша наша страна не я не имею ввиду иммигрировать какое-то другое место я говорю о том что мы будучи гражданами здесь должны мечтать о гражданстве которое на небе и и это нужно искать как искал авраам как искали все ученики тем что жили а первоапостольская община обещаниями которые дает нам писание еще делать невероятное заявление я зачитаю еще одно место же 11 главу 16 стих евреям на украинскую мову так навпаки вони мріють про крак краину кращу небесно через тей бог не сороматься называть и и дозватися их богом адже вин привод ту вам и мисту как интересно украинскую мова и город и место можно сказать одним словом мисту правда он приготовил место приготовили город для тех кто ищет его и бог поэтому к те кто ищет он все они найдут те кто ищут богат я не стыжусь называться и их ним богом потому что они ищут того что я приготовил для них и шо делать невероятное заявление по поводу нашего с вами гражданство нашу громадь громадской громадянской цели и колы пиду то приготовлю вам миссия то я снова приду и визу вас до сабы щоб да я там и вы были а поскольку я иду приготовить вам место не не себе мое место уже оно оно всегда было за мной но оно оно было моим всегда приготовлю вам место одно место не написано места не квартиры не машины не понимаете да одно место приготовлено для всего народа вернуть чтобы забрать вас с собой чтобы вы тоже были могли бы быть там где я буду его царство не от мира сего этот ответ ищу а говорит пилату и когда тот спрашивает ты ли и царь иудей сказать я на ту родился и мое царство нет нет этого мира я не пришел чтобы здесь старствовать устраивать свое царство здесь город отстраивать как отстраивал и тот же ирод и другие мое царство не отсюда каждый из нас абсолютно каждый из нас устроен уникальным образом но после грехопадения мы у нас следовали неприятное ощущение ощущение переживаете весь мир страдает тем же самым чувством что абсолютно все абсолютно все подтверждено старению разрушению и с каждым днем мы с вами ближе к его возвращению чем это было еще пару часов назад мне человека 70 80 лет мы летим вопрос куда в нью-йорк в Израиль в Иерусалим Тель-Авив Шанхай куда мы летим где мы находимся мы должны как верующую задать себе вопрос куда стремится душа моя на сион это одна часть но к богу до уповая душа моя да не знаете вот не приходило мне на разум даже об этом я не думал не мечтал что бог приготовил для меня я не знаю что бог приготовил но каждый вечер абсолютно каждый вечер я говорю себе вот еще один день этим днем я ближе к этой встрече с тобой и ложусь спать потому что каждый из нас каждым днем становится ближе подходит той вечности где мы встретимся абсолютно все верующие неверующие мы все встретимся со своим создателем даже если ты в него не веришь ты абсолютный гностик или атеист все много бы ты веришь в бога нет но как бы ты не верил или не или верил все равно нам придется стать перед фактом какой он ветхи днями длинной бородой я не знаю но то что он существует я точно понимаю и у 1 иоанна послание 2 глава 16 17 стих потому что все что в этом мире влечение плоти влечение глаз и житейская надменность не от отца но от мира мир же исчезает вместе с ним его желание но тот кто исполняет волю бога будет жить вовек я не знаю как вы я не знаю спрашивайте вообще ли вопрос в чем воля бога для меня лично как ее исполнить но я лично себе задаю этот вопрос даже будучи верующим человеком я спрашиваю себя я спрашиваю всего внутреннего и возрожденного человека а в чем для тебя душа моя воля отца каждый день как я сказал я дохожу до постели говорю прошел день я еще одним днем ближе к тебе я понимаю много из различных дискуссий насчет воли божьей и большинством людей сходится в том что существует две воли божьи хотя бы одна вроде бы должна быть да но есть две воли божьи 1 суверенная которую изменить абсолютно нельзя одна надя какая воля что как бы обзменить нельзя было да это когда бог обращается к ною говорит я решил моя воля извращенного состояния народа потоплю весь мир он мог отменить ее отменил он совершенное как вы думаете если мы первый мир был именно потом потопом покрыт то последний датами котором мы живем обещает что он его что сожжет ой 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 а может обновить из 2 версии до обновить и все это тоже может быть обновление есть вещи которые суверенные неизменные например по воле своей он действует как в небесном воинстве так и в живущих на земле и нет никого кто бы противился руке его и сказать ему что ты делаешь никого нет кто бы ему послал плащи секунду я не согласен что ты делаешь нет таких но также есть и другая вторая воля это воля для человека из его исполнительная воля что я имею ввиду павел пишет первое послание к философе философоникийцев 4 глава 3 стих ибо воля божия есть освещение ваше чтобы вы воздержались от блуда как вы думаете это воля божия чтобы мы себя сохранили в чистоте ну нормально и и послушайте и есть блуд телесный а есть духовный то есть когда говорится о блуде до говорится еще оба идолах оба тех бога которые у нас есть поэтому боговый к израилю ты бы как блудница другими богами пыталась блудить да то есть вопрос из именно воля божия есть освещение наше чтобы вы воздержались от блуда конечно же идол поклонничество или же такое или же такого состояния себя сдерживать бог повелела повелевает нам святости от его воля далее да а все ли ее исполняют нет это же его воля но не но можно ее и либо исполнить либо не исполнить затем павел говорит поселки за 5 глава 18 стих за все благодарите ибо такова о вас воля божия вешуа миссии снова приводится конкретный указ божий для того чтобы исполняли его волю его воля в чем благодарить за все обстоятельства жизни скажите пожалуйста все ли благодарят из вас за все все что в жизни происходит я вас умоляю иногда думаешь боже нашу она по мне это самое нужно было да я очень удивляюсь тем людям которые очень хотят быть духовными я все принимаю за чистую монету от бога поэтому за все благодарю но на самом деле если люди которые исполняют эту волю благодарности если люди которые не исполняют этого благодарности понимаете чем я говорю есть суверенная воля божьей который нельзя изменить есть та воля которая она относительно имеется ввиду то что мы можем исполнить или же не не можем много есть еще мест писания на эту тему но я не буду говорить потому что у меня достаточно что есть поговорить об иерусалиме об иерусалиме куда стремится наша душа откровение двадцать первого глава 5 5 по 5 с 1 по 5 стих и увидел я новое небо новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я йоханан увидел святой город иерусалим новый сходящие от бога с неба приготовлено как невеста украшенная для мужа своего и услышала громкий голос небо говорящий сие скинье бога с человеками он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их и отверт бог всякую или отрет бог всякую слезу из очей их и смерти не будет уже ни плача ни вопли ни болезни же не будет его прежнее прошло и сказал сидящий на престоле все творю все новое говорит мне напиши ибо сии слова истины и верны и иная картина предоставляется верующим людям то есть другими словами тех кто знают у бога те кто хоть ну следует ищет божественного да будет небо она через все весь тонах она просматривается о и он открывает иоанну то куда стремится его душа как стремится верующий человека где творцом творителем или художником есть один господь если предельно быть честными то библия нам не дает конкретизацию небесных небесного писания конкретики никакой нету то есть немного написано о том как он выглядит как выглядит небо немножко дайте вот размеры как пространные мы даже не можем посчитать сколько как это на самом деле мы понимаем качество дорожного покрытия вид стен ворот немного праздничной атмосферы количество населения какое будет существовать там мы это описание но в сущности что-то за место какое оно куда мы идем как как бы хотелось чтобы это место и люди хотели то стремиться вот я говорю похоть плоти по ходячей гордо житейская эти вещи которые нас окружают да не дают нам как бы сказать понятия картины куда стремится наша душа она возножденная и чисто обновленная где еще будет когда я вернусь хочу вас туда забрать чтобы вы были там где я нахожусь и наверное если бы господь чуть-чуть больше бы дал красочных описаний того куда бы там хотелось бы идти прочитал просто даже неверующую человеку прочитал все хочу туда все бросаю ради неба на эти все это земная жизнь и все что у меня есть это все идут стремлюсь на небо такого описания нету но слава богу что в одном нам точно нет обещания в нашей библии у нас с вами нет этого обещания это сексуального рая с гаремом девиц это точно незрелая абсолютная бредовая идея чем старше становлюсь тем больше понимаешь что такая идея сексуальным гаремом это я скажу так не одним сексом будет жить человек на всякая надежда на бога дарю чтобы это с моменты это слава богу что у нас библии нет такого обещания у нас другая есть перспектива неба можно еще объяснить почему нет больше описания небес вы пытались передать после пережитого вами отпуска отдыха красоту где вы находились они где и куда вы ездите отдыхать пытались передать эту атмосферу своим друзьям либо детям либо знакомым да а ты говоришь позже какая там красота ой какие то вообще постройки и ты начинаешь эмоции вставлять туда вставлять какие-то описания свои а эти люди смотрят на тебя как барана новые вороты думают и шо кто кто из вас переживал это вот вот половина людей видно что половина ездит в отпуска остальные кто остальным объясняешь они не понимают вот как бы так так надеваю так и если бы бог не пытался нам объяснить какое небо шо еще огонь я пойду сделаю там мы бы тоже не рассмотрели бы на него очень удивленными словами потому что мы описать что на небе нету тогда насильно того старому еврейскому анекдоту лёва умирает и приходит ангел и вот лёва пора только не сейчас лёва пора нет не сейчас что ты придите я так работал я так собирал гроши прошу за взять с собой килограмм золота лёва тебе это не нужно надо бить и став встречу нет и начинает плакать он сжалился ангел забирает ок себе проходит через ворота прекрасные и и и другой ангел говорит я не понял а что у него в кульке я не знаю зачем ему здесь асфальт это вообще описать 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 небеса невозможно вот представьте себе ну даже не знаю какую там большая арнаутская ли мало арнаутская какая бы вы не избирали и вся в золоте с покрытием найти на полметра непонятно а представьте себе какие должны быть ворота какого размера для того чтобы они были сделаны из цельного куска жемчужины наверно маленькие найти почему что у нас голова не входит что такое чем чем ворота и жемчужина цельной жемчужины к должна быть ракушка тогда мы не понимаем как понять то место где нет сварливых злых людей как на привозе мы же крутимся вокруг мы понимаем что там тоже люди есть как понять что там нету злых людей где такое место есть где нет злодеев как на наших улицах или такие как путин гитлер наполеон и других кровожадных психопатов где есть такое место где матом ник не ругаются вообще то есть такое место где взятки не берут и не дают где нет очередей и к доктору ходить не надо можно ли такое место найти где муж женой не ссорятся из-за пустяков находит общий язык потому что конечно им это все не надо поссориться мы представить себе такое не можем потому что наш разум притягнут к земному поэтому нет описание мы держимся гражданство неба и тут на земле на грече земле мы пытаемся себе найти направиться к небу которую мы не понимаем но не спешите с выводом знаете почему потому что мы все абсолютно все предстанем пред всевышним однажды все изменится в обновении ока все изменится все будет обнажено перед его присутствием и мы с вами не будем судимы послушайте те кто рожденный свыше мы не будем судимы с остальным миром который не принял решу а хотя все же есть что делать здесь пока мы живы 1 коринфянам 3 глава 10-15 стих вот я поддана мне от бога благодати как мудрый строитель положил основание а другой строит на нем но каждый смотри как строит ибо никто не может положить другого основания кроме уже положено которая есть еще миссия строит ли кто на этом основании и золото серебра драгоценных камней дерево сена соломы каждого дела обнаружится хочу остановиться здесь если даже ты строишь писание говорит строй как ты можешь месяц как ты хочешь ты можешь строить это твое твой выбор построение это твой выбор это воля открыто богу ты можешь стоить павел подтверждает каждого дела будет обнаружено ибо день покажет потому что все огнем открывается и огонь испытывает дело каждого какое оно есть у кого дело которое он строил стоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потери потерпит урон прочим спасется так как бы из огня другими словами несколько знаете вот у нас есть ответственность за дело которое нам поручено на этой земле что мы делаем с возможностями и талантами которые у нас есть как ты или я мы реагируем на ситуацию как используем ту или иную ситуацию для того чтобы прославился господь хотя у меня найти еще есть предположение к теория что все что с нами происходит на земле доброго худого мы проходим как испытательный срок как будто есть и на каком отрезке нашего путешествия до наши мы бежим ресталище жизненное есть судьи которые смотрят на наш как на нас как как побежим правильно неправильно нам считать как бывает такое помните или пятах эти лыжные гонки дайте там выстрел и промахнулся твое штрафную круг даю да есть такое а на биатлоне да там это то есть другими словами ты сделал ошибку заплатил за ошибку я верю что в нашей жизни происходящее ситуация где мы испытываемся наше терпение наша реакцию на на нашу выносливость до происходит даже так это едешь трамвае пятом или восьмом какая разница кто-то наступил на тебе на ногу и ты вместо сказать извините пожалуйста как бы здесь я стою ты говоришь ему красивым одесским женгоном да так вы только помните этот старый момент молодой человек вытащите зонтик из моего рта спасибо пожалуйста помните на такой прикол такой да как ты реагируешь эти ситуации будут продолжаться нашей жизни чтобы у нас людей испытав чтобы мы не были судимы со всем остальным миром нет это лично мое понимание даже по этой причине у нас есть трудности переживания болезненные ситуации я понимаю это очень реально по этой причине мы очень много страдаем мы как испытываем обстоятельства которые именно праву проводят нас в долготерпении приводит нас понимание что мы должны быть готовы как невеста к жениху апостол павел делится от особенным откровением я не знаю понимаем ли мы с вами это откровение но он почитаю и хочу понять что же павел иметь ввиду мы возьмая глава 22 по 22 по 22 стиха мы знаем а вы знаете нет он говорит мы знаем а вы знаете знали ли я чтоб дальше что все сотворенное богом до этого дня находится в ожидании страдает словно женщина в родах муках родовых муках вот в зная мы знаем что все в ожидании страдает чего же и не он дальше не только все сотворенное но и все мы дальше смотрите внимательно получены духа как первый дар обещание божьего находимся в ожидании и страдая внутренне ожидая полного усыновления богом и освобождение нашей плоти мы это знаем мы даже не думал об этом что не то что знаем он говорит даже вы крещённый духом святым кого есть пара клеток помощники вам эти говорить языках там пророчества тебе доделать такие чудеса вещи вы тоже страдаете по той же самой причине что в этом мире есть много идиотов она так и есть павел пытается нам сказать и сказать что не только все творения страдают но те кто крещённый духом мы стремимся терпим страдая внутренне пока весь этот балаган не завершится пока мы не встретимся пока мы здесь внутри нашим телом да вот мы изменимся природа тоже страдает она мучается уничтожается да люди человечеством и они кричат богу как будто это знаете страдающие родами когда это лето господне нужно конечно наступит день и нашего избавления то есть все в этом мире ожидают судного дня все в этом мире жилья судного дня у каждого рожденного свыше человека есть помощник параклетос то есть тут дух святой каждый человек по причине грехопадения увлекается постоянным неудовлетворением я хочу вам задать вопрос кто из вас всем доволен как это вы же врожденные свыше люди вы должны быть всем довольны но абсолютно всем то у нас света нет тоннелозгаза нет то светофор неправильно то соседи то не та зарплата то еще что-то у нас всегда есть недовольство когда так внутренне мы состворены да что у нам что-то всегда не хватает нужно что-то лучше но это эти чувства то ли на добро то ли не совсем хотя начинается все желания с невинности все желание то есть желание боящимся что бог исполняет и боящийся его до любящих и он исполняет но если внутреннее состояние где мы недовольны кто сегодня мне признается таком состоянии когда дух святой который мы крещеным тихим голосом поет из песни если не знаете говорит вот ситуация такая у тебя ты возле источника живой воды он очень маленький он только знаете вот может один как бы набрать глоток а тебе хочется чтоб тебе был колодец огромный ты видишь один имеет колодец другой проповедовать этих колодцах это 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 изобилие это это удивление это никогда ничего не будешь нуждаться этот источник постоянно течет и ты пытаешься своем разуме перейти из того источник который у тебя есть и сказать я вырву себе новый колодец а тут стоит ну не стоит не стоит тратить и денег не сил не эмоции не надо ты оставляешь то что у тебя есть что тебе бог бога служение как-то еще переключается другие какие-то вещи которые ты пашешь я все равно должен быть успешным не может такого бы чтобы у бога не было успеха рыл рыл а там ничего нет и приходит полное разочарование ожидание то есть недовольство тем что у тебя маленькая есть маленькая совсем этот источник ты хочешь огромные источники дарился ничего нет то сегодня признается что вы были непослушны духу святому никто я так и думал кто признается что ты не слушаешься бога который тебе говорит не стоит кто может признаться в том что ты на самом деле иногда из-за своих собственных желаний обидцей переступая что-то источник который бог тебе дал вы знаете что дьявол желает нанести нам очень много боли и разочарования дьявол хочет чтобы мы иссякли в своих силах чтобы мы перестали всячески и при любой возможности благодарить бога потому что нет радость нет сил сопротивляться если от радости нет сил работать творить созидать строить царство небесное потому что писание говорит ибо радость господи сила моя и она тоже сила ваша мы же являемся жителями неба филиппийцам говорит именно оттуда мы ожидаем прихода избавления господом нашего и шоу миссии где наше гражданство друзья где является жить жизненным как бы желанием прожить наше гражданство принадлежит небесам откуда мы ждем спасителя господа и шоу миссии я еще один перевод я диска почитаю он изменит наши уничиженные тела и уподобит их своему прославленному телу посредство той силы которую он покоряет все себе духом святым до один перевод он изменит наши жалкие тела посмотрите на себя скажи ты жалок что ты смущаешься душа моя слава богу но ты все равно жалкий да написание говорит так извините и сделает их подобный своему сияющему телу благодаря той силе своей через которую он смог все остальное починить себе поэтому когда все происходящее мире происходит да надо сказать он все это держит своих руках так что дорогие много кроется в откровениях божий когда мы говорим о граде господьем но вот что павел пишет верующим коринфе я говорю вам братья что люди из плоти и крови не могут стать наследниками божьего царства ничто тленное не может стать наследником нетленного открою вам тайна сути он нам говорит тайны вы читали эту тайну таких типа по секрету всему свету он пишет тайну скажу вами раз и все его это тайну знает по секрету всему свету вот не все мы умрем слава богу но все мы изменимся это произойдет очень быстро одно мгновение во время во время последнего звука бараньего рога его порт трубит бараний рог и мертвую воскресную для вечной жизни а мы тоже изменимся и почитаю один интересный перевод одним ахом во мгновение ока по звук последней трубы труба прозвучит и мертвую воскреснуть нетленными а мы преобразимся одним махом хороший подход важная часть в откровении последнего времени вообще как бы что произойдет с нами не успеем и моргнуть как мы уже предстанем перед всевышним не успел так моргнуть как то же нужно сказать ой я здесь тук-тук что там что нас ожидая когда мы моргнем глазами последний раз я прочитаю затем я услышал звук напоминающий мне громк шум громкой толпы подобных звуку несящую потоковый просыпайся открой глаза ты уже дома я пробудился от 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 большой толпы которая кричала ну так же так затем я услышал звук да аллилуйя говорящие аллилуйя воцелился господь бог небес воинств небесных войск давайте будем радоваться и ликовать давайте воздадим славу ему потому что наступило время брачного пира аганца и жена его приготовила себя думаешь ого а проблема у нас знаете какая чтобы себя не отождествляем сообщить с невестой как куда мы идем что мы там делать будем да и он делает ударение на то что невеста была приготовлена мы не будем готовиться там времени там уже не будет если мы думаем что-то там изменить мы ошибаемся поэтому время приготовить это невесте до приготовиться здесь на земле чтобы служить богу чистой совестью тех кто рождены свыше тех кто прошел испытания и сложности веру сохранили путь совершили это подготовка невесты к встрече но важно то что они приготовили себя к встрече приготовились к пасхальному последнему пешенству где поднимется чаша чаша именно царство стоит ли занимать себя приготовлением здесь на земле многие люди думают я еще успею ну реально я еще успею я еще молод у меня вся жизнь впереди что может случиться может хаймас прилететь кому-то к нам в огород очагоны мата гонима да какая но суть в чем стоит ли нам заниматься здесь на земле подготовкой я думаю да может он мы думаем что у нас еще много времени я думаю что нет почему именно писание указывает нам на народ как невесту которая приготовлена к встрече как вы думаете как вы думаете почему бог именно говорит о народе как о невесте кто из вас замечал что делают маленькие девочки или девушки когда проходят мимо свадебного салона и вдруг засматриваются они смотрят на на одежду как она пошита они представляют себя это как бы естественно что они частью именно свадебное украшение это как диадема что она подготовлена они мечтают с детства быть невестой кому-то подготовить себя как часто они останавливаются у свадебных салонов когда они присматриваются это не замечаешь правильными пацанами абсолютно они не останавливаются в магазинах рассматривая одежду для женихов вы замечали возле парня никогда вот стоит там как бы армани шмармани как-то еще дать и вот все они проходят мимо даже не останавливаются нормальных ребят такого нету чтобы останавливаться в свадебных салонов они знают что когда время наступит он пойдет возьмет то что ему хочется да оденется и скажет я готов главное день женщины успеть помните как у нас есть привычка немножко опаздывать да как бы главное чтобы успеть на этот великий праздник агенса мое послание сегодня для каждого и в том что мы не просто можем прожить это время на земле мы не можем позволить себе время не подготавливать себя к встрече мы также не можем позволить врагу забрать нашу радость спасения и приготовить именно наше разочарование мы не можем позволить обстоятельствам навязать нам мысли недовольства и идеи собственного исполнения желаний которые приводят к разочарованию но когда мы делаем ошибки друзья не стесняться их признавать встречаться с тем кто дает свободу через молитвы песни общение сострадание ободрение друг друга мы на пути мы должны быть сильными ободрять друг друга к тому чтобы быть приготовленными кто идеи той встречи которая написана в откровении но давайте вернемся мы к этому месту писания ей дали облечься в тонкие леоной тонкие леоны и одежды это девятнадцатая глава откровения восьмой девятый стих светлые чистые тонкие леоны и одежды означает праведные дела божьего народа потом ангел сказал мне запиши счастливы те кто приглашенные на свадебный пир агнца и он добавил подожди ты он нагнулся потом сказал мне запиши ты слышишь ты пиши а потом добавил это истинные слова божьи то есть так сказал бог счастливы те кто приглашены и казав мне ангел запиши счастливы те кого запрошено на це веселье святого огнята а потом додав це истинные слова бога сегодня у нас открытое собрание сегодня у нас приглашение на эту встречу сегодня у нас хлебопреломление это открытое приглашение бога каждому из нас сегодня бог приглашает нас совершить шуву приблизиться к нему ничто не гнилое не освещено не могло приблизиться к святыне поэтому сегодняшнее приглашение каждому из нас приглашение к встрече подготовка идет уже сейчас его невесты в чем воля в его освящении в чем воля для тебя это должен сам себе ответить я точно знаю что его воля была в том чтобы никто не погиб я знаю точно что его воля была совершена на Голгофском кресте где он сказал я отдаю свою жизнь добровольно никто ее у меня не забирает это было приглашение лично для меня чтобы не погибнуть в своих грехах теми чем я могу удивлять самого себя это было приглашение приблизиться к жертве умилостивление и примирение сегодня тоже нужно слышать его приглашение я спрошу вас я спрошу вас те кто верующий с миром мы там будем судить ваших ангелов это привилегий это привилегия дается добрый раб добрый раб или не очень козел или овца по правую сторону или по левую ты можешь оправдываться да 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 мы ходили в общину мы ходили в церковь мы там крестились молились приносили жертвы десятины мы делали добро а мы знакомы немножко для меня моя гражданская ответственность так как я гражданин неба мало того что я здесь на земле я предложу земным царством так моя ответственность веру человека быть готовыми к этой встрече я не зря об этом говорю потому что у людей сегодня страхи есть но писание говорит не бойтесь тех кто может вам повредить ваше тело но бойтесь кто может и тело и душу ввергнуть в гиену вот этот тот кто сотворил все ему принадлежит все на земле и время принадлежит ему мы почему-то каким-то образом не боимся люди говорят ты страх потерял иногда приходит время такое что ты не знаешь кого бояться писать господа бога твоего бося то есть ему поклоняйся и одному ему служи поэтому мое опрос будет простыми моментами хотите ли вы попасть на последний пир агнца что мы делаем для того чтобы быть приготовлены хадаса занималась приготовлением себя 6 месяцев для того чтобы быть допущенным и сесть за стол царя сегодня приглашаю вас к трапезе к встрече пережить любовь еще раз и еще раз и еще раз это время свободы время излияния силы время пережить радость спасения потому что мы не подкрать проклятием закона мы живем в свободе духа давайте мы отреагируем на его приглашение я всего лишь послание я не могу вас пригласить его царство но если вы откройте свое ухо откройте свое сердце то его звук его голос он звучит очень громко голгофского креста это приглашение сегодня жить с ним в нем хотя мы проходим очень много трудностей только в нем победа новый ликующий иерусалим вечный непоколебимый нерешимый и многолюдный и друзья я хочу вас там видеть каждого из вас хочу там увидеть ваше время придет мое время придет так устроен мир я прошу сегодня подойти к чаше и взять ее взять хлеб вернуться обратно поговорите с самим собой скажи как сказал давид что ты смущаясь от душа и приглашен ли ты на этот агнец этот брак агнец описание говорит блаженто при приглашен если нет ты не чувствуешь скажи господи как ты мне нужен в это время как ты мне нужен чтобы исполнить свою гражданскую ответственность потому что я граждане послушайте мы граждане небо потому что либо мы будем вечно с богом либо наказание там все равно есть вечность но я хочу быть том ликующий иерусалим где говорят свят свят господь сау из разных колен языков народностей где встретят меня мои близкие родные где я смогу встретиться со своей внучкой я хочу так прожить свою жизнь чтоб минуя искушение то что плечо то что хочется сделать постоянно недовольство которое поднимается и это и то и другое чтобы оставив все это иметь сердце покаяния признаваясь друг перед другом совершать шоу идти и к тому времени где моя встреча будет реальной став наши ноги я приглашаю вас сегодня к этой чаше и к этому хлебу те кто прошли водное погружение сделали обещание Богу служить твердой совестью у вас есть эта возможность кто это по кто кто Субтитры создавал DimaTorzok